Значит, какие еще будут, скажем так, интересные особенности регистрации в СССР? Какие будут интересные особенности регистрации в СССР? Ну, во-первых, как только вы зарегистрируетесь в СССР, при условии, что к вам не будет никаких вопросов, ну, просто нормальный комплект документов, который не вызывает никаких сомнений. От первого до последнего. Они все, так сказать, понятны тут, без изменения фамилии. Если с изменением фамилии, то есть четкая причина изменения, там, предположим, кто-то там женился, там, выходил замуж, там, и так далее. По каким-то другим причинам менял фамилии, неважно. Если у вас полный комплект документов, вы автоматически становитесь соучредителем государства СССР, который, в свою очередь, является держателем контрольного пакета акций Федеральной резервной системы на 88,8%. Который, в свою очередь, является держателем контрольных пакетов акций всех центральных банков, которые есть на планете Земля. Который, в свою очередь, является соучредителем, ну, как минимум, десятков тысяч объектов, находящихся вне территории СССР. Вот. Ну, ну, например, электростанций. То есть электростанций, в которых Советский Союз является соучредителем, находящихся вне территории Советского Союза, в том числе и атомных. Вот. И крупнейших, так сказать, гидроэлектростанций 900. Только электростанций. 900 электростанций. Это не станции районного масштаба. Это серьёзные сооружения. Вот те, помните, строили в Советском... Да. То есть это вот сооружение такого класса, как, помните, Асуанскую плотину. Есть у нас доля в такой компании, как Вьет Петра, которая в 90-е годы приносила в бюджет Российской Федерации больше денег, чем все нефтяные компании, которые вместе взяты, которые были на территории Российской Федерации. То есть огромное количество... Как отразится на жизни человека? Вот на вашей жизни отразится ровно так, как вы будете это действовать. Ещё раз объясняю. Никто вам ничего на блюдечке не принесёт. Хотите участвовать в жизни страны, вот, выйдите один раз из, так сказать, параллепипеда, который называется ваш собственный дом. Выйдите и почувствуйте один раз себя жителем земли, членом, так сказать, рода, членом, так сказать, народа, частью какого-то, так сказать, сообщества, которое он называет человечество. Задумайтесь об этом. И тогда все ваши права, они материализуются. Но за вас это никто не сделает. Я не могу вас за руку повести, насильно вас, так сказать, включить в гражданство СССР. Тем более там будет произведена ваша оценка. Значит, существует такой судебный прецедент, значит, когда в Соединённых Штатах после смерти от табакокурения жизнь человека была оценена 23,6 миллиарда долларов в 2008 году. Мы этот прецедент взяли за основу. Это минимальная стоимость жизни человека, которая будет официально прописана в СССР. Эта сумма будет, по этой стоимости вы будете числиться на балансе Союза СССР. 23,6 миллиарда. Если эту сумму перевести в советские рубли, там получится некая сумма в советских рублях, которая тоже измеряется миллиардами. Потому что, как вы помните, вы знаете, что до сих пор советские рубли торгуются на бирже? По цене от 40 до 60 копеек за доллар. То есть торги идут. Динамика есть. То есть можете посмотреть, зайдите на сайт Центрального банка Российской Федерации. То, что не вы, это точно. Значит, дело в том, что все советские рубли, ну там условно, да, там 14,5 миллиардов. 14, там, предположим, да, 14,5 миллиардов. Вот. Они имеют реальное наполнение. 0,98 граммов золота в каждом рубле. И до сих пор. До сих пор. Его никто не отменял. Ребята, оно, оно реально. Наполнение это реальное. Ну, то, что 1 января 61-го года реальность обеспечения была в 4 раза выше. Еще специально это занизил. Вот. А где есть чувство денег с деньгами СССР? Таким образом, таким образом, вы являетесь частью балансовой стоимости государства. Вот. Вы одновременно страхуетесь на эту сумму. И в случае нанесения вам какого-либо ущерба третьими лицами, вот, они, соответственно, будут возмещать этот ущерб. Кто? Третьи лица. Третьи лица. Это РФ, допустим. Например, РФ. Например, Российская Федерация. У вас есть такой сертификат. Вы уже сходили в Государственную регистрационную палату и получили сертификат оценочной стоимости своей. Вот он у вас есть. Вас, так сказать, Российская Федерация, предположим, ну, решила, так сказать, принудит заплатить штраф. К вам пришли, там, судебные приставы, взяли вас под белые рученьки, потащили, там, в прокуратуру, там, в каталажку, неважно куда. И, предположим, в течение суток вас продержали. Прекрасно. Вы, так сказать, берете юриста Союза Советских Социалистических Республик, рассчитываете стоимость вашего одного дня, исходя из этой суммы, исходя из того, что у вас есть трудоспособный возраст, понятно, сколько, так сказать, стоит ваш один день, один час и так далее. Этот день или там час, или сколько там времени они у вас украли, и выставляете им такой хороший счет.